Русская симфоническая музыка Русская симфоническая музыка И это, пожалуй, самое главное и основное Вот мы именно с Камаринской начинали нашу передачу И вы знаете что? Вот в этом и есть сила Глинки Что его музыка жила с ним Живет и будет вечно жить Потому что она поднимает проблемы, которые нас также волнуют А музыка его чем нас привлекает? Удивительной своей поэтичностью Замечательной мелодичностью И эта мелодия Настоящая русская мелодия Ее не спутаешь никогда Это эпизод из жизни Михаила Ивановича Глинки Дело все в том, что он Не только любил детей Не только писал музыку для вас Но и сам работал с детьми Глинка Несколько лет работал С придворной певческой капеллой А в этой капелле пели Мальчики и мужчины взрослые И вот Глинка сразу показал себя Не только по-настоящему требовательным музыкальным руководителем Но и очень строгим И в то же время добрым, отзывчивым педагогом Ребята его очень любили Потому что, повторяю еще раз Он не только требовал Но и рассказывал и показывал детям Как нужно постигать тайны музыкального искусства Особенно нравилось ребятам Как сам пел Михаил Иванович Глинка А надо сказать, что у Глинки был Хотя и очень небольшой голос, тенор Но очень красивый Но самое главное Что он просто пел Как настоящий музыкант Как большой артист И любое исполнение Глинкой Какого-либо произведения Всегда вызывало Очень яркую и ответную реакцию И ребята это очень хорошо чувствовали И всегда с удовольствием занимались с Глинкой И вот пришло время Когда нужно было обновлять Искать новые кадры В придворную певческую капеллу И Глинка был отправлен на Украину Украина была главной областью Поставщиком самых талантливых Самых таких знаменитых певцов И поэтому Глинка поехал на Украину Для того, чтобы найти Новое пополнение в капеллу Три месяца провел Глинка на Украине И вы знаете, нашел Много одаренных, талантливых ребят И не только самых молодых Самых маленьких Семи-восьмилетних Но и уже достаточно взрослых Юношей Скажем, именно как раз в эту поездку Глинка нашел на Украине Выдающегося затем певца И композитора Это Гулаг Артемовского Некоторые из вас наверняка слышали Его оперу «Запорожец за Дунаем» Глинка познакомился там Со многими замечательными Представителями музыкальной культуры Украины И литературы Так там он познакомился С таким прекрасным поэтом Как Виктор Забелло И когда Виктор Забелло Прочитал Глинке Несколько своих стихотворений То Глинка решил Написать музыку на них И создал две песни Все решили, что это Украинские народные песни И думали, что просто Глинка Услышал в народе мелодию И обработал Для фортепиано с голосом Но это были Собственные сочинения Глинки Вот Глинка всегда так Он был такой чуткий Такой тонкий музыкант Когда он слышал что-либо Он так глубоко переваривал То, что он слышал Что создавал потом сочинения Точно, как будто он Эти сочинения созданы в народе Которому вот он так проникался Душой и своим сердцем Вот так любил он украинскую песню И создал два замечательных произведения Сейчас эти два произведения Вы услышите Их будет исполнять хор Это одно произведение Так и называется Его будут исполнять по-украински Гуде Виттер И второе произведение Будут исполнять по-русски Путешествовать Вы знаете, с детства Так получилось, что в детстве Однажды ему принесли в подарок Книжку о великих путешественниках И Глинка так ее читал С таким восторгом и удовольствием Что решил стать обязательно путешественником И он много ездил И вот в этот раз Глинка тоже решил уехать из Петербурга Совершить большое путешествие И на прощание с Петербургом Решил написать целый цикл романсов Который назвал «Прощание с Петербургом» Эти все романсы написаны на стихи Поэта Нестера Кукольника С которым Глинка дружил И с которым много создал Много различных произведений Эти романсы «Прощание с Петербургом» Тоже удивительно разнообразны Разноплановы Здесь все есть Есть, во-первых, конечно, дорога прежде всего Путь, образ дороги, образ пути Вот, скажем, один из этих романсов Вы тоже неоднократно слышали Это так называемая его попутная песня Или, скажем, есть образ природы Который для Глинки Олицетворен образом жаворонка ПЕСНЯ 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 Гоя ПЕСНЯ ПЕСНЯ Глинка ПЕСНЯ ПЕСНЯ и оперные спектакли, и симфонические концерты, и просто слушал народное пение. И народное пение особенно ему нравилось. И вы знаете, там, где жил Глинка, а жил Глинка некоторое время в Милане, его дом стал центром музыкальной культуры. Все вокруг часто собирались около его дома, а не только в его квартире. И Глинка открывал окна, играл на рояле, а все собравшиеся слушали, как он исполняет не только итальянские песни, но и русские народные песни, как он исполняет произведения классик в итальянской музыке, и, конечно, как исполняет произведения русских композиторов. И вы знаете, что было поразительным? Что Глинка так тонко почувствовал аромат итальянской народной песни, что ему самому хотелось отдавать произведения именно в жанре итальянской народной музыки. И он создал много произведений. Но однажды, когда он сидел так уже, был вечерело, был теплый вечер, и смотрел внимательно на природу, окружающую Милан, он вдруг захотел эту природу нарисовать музыкальными красками. И поделился своим желанием с другом. Но друг, который рядом с ним сидел, говорил, что это невозможно. Как можно музыкальными красками нарисовать, скажем, тихую, красивую миланскую ночь? Но Глинка обещал и слово свое выполнил. Он нашел прекрасные стихи нашего русского поэта Ивана Ивановича Козлова. И вот стихи взволновали так Глинку, что он написал произведение «Венецианская ночь». Написано это произведение в форме баркароллы, и сейчас вы услышите это произведение и почувствуете. Конечно, это русская музыка, но итальянская форма ясно тоже здесь прослеживается. Песня «Венецианская ночь» Песня «Венецианская ночь» Песня «Венецианская ночь» Песня «Венецианская ночь» Ну вот, ребята, мы и сумели сегодня, пускай и коротко, может быть, не так многообразно, как бы хотелось, но и некоторые из вас познакомились, а некоторые вспомнили произведение Великого Глинки. Это были произведения и вокальные, и инструментальные, и даже были маленькие отрывки из его прекрасной оперы «Иван Сусанин». Я думаю, что каждый из вас унес сегодня с концерта чувство глубокой благодарности замечательному патриоту земли русской, потому что каждый из вас почувствовал, что Глинка – это по-настоящему высокий, великий гражданин нашей Великой Родины. Он сделал все для того, чтобы прославить нашу Родину своим искусством, и сделал все для того, чтобы своим искусством передать мощь и силу нашего русского народного музыкального творчества. Трудно сказать, что Глинка сам написал, а что он как бы услышал у народа. Так поступают всегда гениальные композиторы, потому что они умеют так переварить в своей душе все то, что получили от народа, что потом отдают народу, возвращают все обратно, возвращают в новом образе, в новом виде, в таком виде, которое получило профессиональное воплощение. И Глинка сумела это сделать так прекрасно, что его музыка стала по-настоящему классическим образцом русского музыкального искусства. И, конечно, в заключении передачи мне бы хотелось, чтобы вы еще раз вспомнили одно великое произведение Глинки из оперы Иван Сусанин – «Хор Слався». Это произведение стало по-настоящему истинно национальным произведением, национальной гордостью нашего народа. Когда мы слышим «Слався Глинки», мы невольно подтягиваемся, мы невольно становимся как бы более твердыми, и чувствуем, ощущаем прилив и связь нашу с нашей русской землей. И заканчивая наш концерт, заканчивая нашу передачу, я, естественно, хочу пожелать вам, ребята, счастливых новых встреч с музыкой Глинки. Это музыка, которая дает нам право гордиться ею и делает нас еще более богатыми и счастливыми. Всего вам самого доброго! Слався, слався, ты, ручная моя! Слався, ты, ручная наша земля! Да будет в веки веков всегда Любимая наша родная страна! Слався, слався, из рода в род! Слався, великий наш русский народ! Родом, посягнувшись на край родной, Родили с пощадным, могучей рукой! Слава, слава, героям, бойцам! Родины нашей отважным сыном Слався, слався, ты, ручная моя! Слався, ты, русская наша земля! Да будет в веки веков всегда Любимая наша родная страна! Слався, 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 наш народ! Ура! 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 Слава, 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 сл